Всем привет! Это специальная рубрика для моего телеграм-канала Алико, которая называется Алико наобек. Сегодня у меня в гостях Ксения Бородина. Ксения, что у тебя в сумке? Ксюш, а я что-то не понял, а где сумка-то? Вот, как это? В смысле, подожди. С тобой ее, вообще-то, вместе выбирали. Это я помню, а где вещи, подожди. Образом. А где сумка, Ксюша? Ты так хорошо меня знаешь, что, собственно говоря, мне нечем было тебя удивить, поэтому я сегодня пришла пустая. Я шучу. Смотри, это сумка к образом, в которой не помещается даже телефон. Собственно говоря, сюда ничего не положить, несмотря на то, что она кажется такой объемной, большой, но сюда реально даже закрыть не могу. И таких сумочек у меня очень много, поэтому на этот случай у меня в машине всегда есть большая сумка, такая, знаете, мамская, я называю вот это, мамская сумка, в которой есть вся моя жизнь, и периодически я оттуда что-то достаю и меняю, и кладу в такие клатчи. Ну что, посмотрим ее? Гарсон? Сумку в студию. Итак, обязательный атрибут на каждый день, это очки. Стараюсь их менять, но вот сегодня так. Дальше. Дезодорант. Обязательный атрибут, особенно летом. Без него никуда. Этот аромат, он такой восточный, но очень классный. Восточные ароматы, они обычно очень тяжелые. Этот нет. Кстати, я сегодня забыла подушиться. А так как мне уже не 16, поэтому кальций 600 всегда со мной. Еще у меня магний обычно в машине валяется, или еще что-то. Так, обязательные витамины. Всегда в каждой сумке блеск для губ. Неэстетично выглядят сухие губы, вот, имейте в виду, поэтому обязательно, если вы не пользуетесь помадой, блеск для губ должен быть в каждой сумке. Вот в такие кладчи, кстати, маленькие, всегда помещается. Я сейчас активно занимаюсь психологией. Читаю, когда есть такая возможность. Я читаю в машине, или когда перед каким-нибудь мероприятием меня собирают, я обязательно читаю. Поэтому сегодня книга «Внутренняя опора». В любой ситуации возвращайтесь к себе. И, собственно говоря, благодаря этой книге я сегодня сделала новую заставку на телефоне, потому что оттуда прочитала, что, ну, я это и так знала, так как я учусь на психолога, что нужно стараться как можно чаще говорить себе комплименты. Поэтому на моей заставке теперь стоит «Ты моя хорошая», чтобы я не забывала себе об этом говорить. Классная книга, имейте в виду. Идем дальше. Я во всех ресторанах, во всех отелях, где-то во всех салонах красоты все время забираю влажные салфетки. Без них тоже никуда, имейте в виду. Поэтому это тоже обязательный атрибут моей сумки. Дальше. Такая чудесная, значит, шкатулка. Вот. Так ее назовем. Здесь находятся драгоценности мои, потому что я могу выйти в casual, а вечером переодеться во что-то совсем вечернее. И поэтому уже абсолютно нужны другие серьги, другое колье, другие кольца. Поэтому это тоже все меняется. Пудра-бронзатор. Обязательно со мной вот с такой вот классной щеткой. Просто пудра. Прям показывать надо, какая пудра. Такая вот красивая пудра. Номер 03. Это Gucci 03. Самая классная пудра, на мой взгляд. Так, что есть еще у меня в сумке? Я еще... Ну, сразу видно, что я вот из старой гвардии, понимаете? Мои наушники вот потрясающие просто. Не знаю, вот. Я знаю, что беспроводные наушники очень крутые, и мои дети ходят только с ними, но, к сожалению или к счастью, вот я не могу к ним привыкнуть. Они вечно теряются, еще что-то выпадает и вообще выглядят как блютуз, как в ухе. Поэтому мои предпочтения все-таки классики – это вот проводные наушники. Дальше. У меня есть лаванда. Это масло. Когда болит голова, можно капать по капельке сюда на эти запястья. Говорят, что проходит. Может, самовнушение, я не знаю. Ну, в конце концов, если это работает, пусть это работает и помогает. Мой кошелек выглядит следующим образом. Вообще, это кардхолдер, и здесь должны быть исключительно только карты, но я часто расплачиваюсь наличными, поэтому наличные всегда со мной. Еще различные, значит, таблетки. Обязательно резинка, обязательно крабик. Что еще? Еще один блеск для губ. Щеточка. Это то, без чего я тоже не выхожу. Крем для рук и щеточка для ресниц. Если у тебя вдруг запутались ресницы, это всегда вручает. Помада. Кстати, тоже клевая помада. Дольче Габбана. Номер, сейчас скажу, 130. Собственно говоря, рубрика «Алико и Майбэк» с Ксенией Бородиной не завершена, потому что сейчас присоединится ко мне Алико и скажет все, что он обо мне думает, а точнее о моей сумке. Спасибо. Ксюш, ты сейчас занимаешься очень активной психологией и практикуешь ее сама, и сама находишься, я так понимаю, в определенном учении. Насколько внешний вид влияет на внутренний? На твой взгляд. Ну, мне кажется, сейчас картинка соответствует моему внутреннему состоянию, наконец-то. потому что я тебе не могу сказать, что я одевалась плохо. Просто, может быть, я себя не видела так, как видишь меня ты, например, сейчас. Мне кажется, ты меня очень хорошо чувствуешь. Ты понимаешь прекрасно, что я каких-то образов боялась, себе не позволяла. Где-то просто по незнанию я это делала. Но в любом случае, может быть, я что-то неправильно сочетала, но вкус у меня постепенно сформировался. То есть я... Это правда. Я даже тебя перебью, что я заходил в твой гардероб и вижу, что правильные вещи, крутая закупка, сами вещи крутые, реально, а вот именно сочетание, оно какое-то неправильно. Расскажи мне насчет того, насколько ты с изменением своего собственного стиля почувствовала вокруг какие-то изменения, может быть, какие-то большое количество комплиментов. Большое количество комплиментов. Ну, ты смотри, у меня аудитория очень разная, да, и не совсем, им не всегда понятны мои образы, потому что она огромная. И насколько я меняюсь, моя аудитория тоже меняется. Понятно, что не все готовы меня принять такой, какая я есть. Кто-то критикует, но я не обращаю на это внимания, потому что я знаю прекрасно, что если они не поняли нашу стилистику с колготками 20 ден надеты... 10 ден, да, простите, 10 ден надетыми вместе с босоножками, не с открытым носом, да, все, для них это значит... Просто для тебя. Но люди не хотят разбираться в этом, то есть они слышат, что нельзя колготки и босоножки, они это запомнили, у них отложилось это в голове, и дальше они не понимают, вот, что есть нюансы. Какие колготки, с чем можно носить, с чем нельзя. Поэтому я рада, что моя аудитория со мной вместе растет, радуется за мои какие-то образы, которые ты мне подбираешь, за что огромное тебе спасибо, делают невероятное количество комплиментов. И самое главное, что мы психологически с тобой совпали, мне даже где-то в глубине души иногда кажется, что ты мой вот дальний родственник. Ксюша, совсем недавно развернулась дискуссия в телеграм-каналах о том, что ты стала якобы лицом Вайлберис, и самое главное, что это для людей показалось чем-то позорным или плохим. А для каких людей? Это очень важно. Для каких-то, кто это писал в телеграм-каналах. Это обычно ноунеймы, либо люди с двумя тысячами подписчиков. Скажи мне, пожалуйста, Ксюша, на твой взгляд, что плохого в том, чтобы быть лицом большого, крутого маркета, где закупается вся Россия, вся страна, и что в этом позорного? Когда в Америке такие же истории разворачиваются с Карди Би, с Джей Ло, с другими большими звездами, народными для той страны, за которым сидит такая большая аудитория, их в этом почему-то не обвиняют и даже более того следуют за ними. Вот скажи, почему для людей это кажется чем-то позорным или чем-то низкопробным, что в пиджаках с пластмассовыми пуговицами якобы ходить нельзя, не нужно, и все должны быть богатыми и, значит, надеваться в дорогих бутиках. Это как раз говорит об обратном, что люди, возможно, не могут себе этого позволить, поэтому злятся и выдают это вот так вот в своих соцсетях. Но я могу сказать, что у меня огромное количество аудиторий, которые следуют моему стилю, они мне благодарны за то, что я не пиарю им Dior 24 на 7 и не рассказываю им, что как классно летать на частных бортах. Я как раз показываю, что возможно и так, и так. И что если нет возможности купить Dior за 325 тысяч, но есть возможность купить в Альберес там пиджак за 7200, да, то есть классные альтернативы, смотрите. И абсолютно не важно цена этого пиджака. Мы с тобой понимаем, да, какие что, крой там, понятно, лекала и так далее. Лекала, что сделано вручную. Ну, это все здорово и замечательно, если можешь себе позволить. Если нет, есть офигенные вещи в масс-маркете, которые можно собрать, и ты будешь выглядеть намного круче, чем какая-нибудь женщина, которая дорвалась до денег, вся выглядит в люксе абсолютно безвкусно, безвкусно. Да, это выглядит порой ужасно просто. Человек кричит о том, сколько у него денег, но при этом как бы одежда показывает, что, боже, что с тобой, где были твои глаза, когда это все выбирала. Смотри, своих же проще всегда ругать, чем чужих. И вот то, что у людей в голове осталось, вот то, что там за бугром, как мы раньше говорили, то, что на Западе, там все круто, идеально и здорово. Карди Би и Макдоналдс, это окей? Да, да, да. А если бы ты рекламировала вкусной точкой? Я думал, тебя пустили дома, понимаешь? Да, меня бы, конечно. И то, что там это всегда круто и здорово, и все, что они делают, это всегда станет модно и популярно, а то, что наши делают, это всегда за шквар. К сожалению, мы иногда это и подтверждаем. Есть доля правды. Есть, согласен. Наши звезды, получая огромные, колоссально большие гонорары, пойдут в какой-то центральный универмаг и закупят себе огромное количество одежды, но пожадничают оплатить стилиста, который смог бы им подобрать идеальный образ. Им жалко на это деньги. Они считают, что, слушай, у меня свой вкус есть, я здорово одеваюсь, самое главное, что у меня есть деньги, я могу себе позволить. Валентина, Шанель, Диор, Луи Виттон. Я сейчас все это скуплю, все на себя это надену, и я буду выглядеть здорово. На самом деле, ребят, порой красные дорожки, красные от того, что им стыдно, честно вам могу сказать. Но, да, относительно Валберс и всех остальных, кто там, Озон у нас есть, которые рекламируют, я не считаю, что это зазорно. Таким образом ты находишься ближе к народу. Я использую эти платформы также для заказа себе домой. Все их используют. То есть это нормально. Меня удивляет то, что некоторые каналы писали, что как бы Алико не пытался очистить образ Ксении, все равно на ней пиджаки с Вайлберрис. Да, ребят, пиджаки с Вайлберрис, это если бы вам... Даже иметь место быть. Абсолютно. И иногда пиджак с Вайлберрис может действительно круто сочетаться с чем-то брендовым или наоборот не брендовым и классно смотреться. У нас даже были приемы с Ксенией, где мы использовали масс-маркет такого типа. И в этом нет ничего зазорного. И самое интересное, что если бы вам предложили такие контракты и гонорары, которые вам предлагают эти платформы, вы бы голодливо снимались. Поэтому я желаю вам удачи. Ксения Бородина была со мной в рубрике Алико и Майбек. Это впервые такой формат, что я практически как интервьюер себя чувствую. Надя Стрелец сразу говорю, на твой кусок хлеба я не ориентируюсь и не покушаюсь. Всем пока. Спасибо. Друзья, спасибо, что досмотрели выпуск Алико и Майбек до конца. А для тех, кто хочет посмотреть все выпуски и всех героев, которые участвовали в рубрике, вам нужно зайти в мой Телеграм по хэштегу Алико и Майбек и нажать стрелочку вверх. Вот и все. Наслаждайтесь новыми выпусками и следите за каналом. Спасибо, что подписались. Я надеюсь, что вы уже это сделали. Пока. Субтитры подогнал «Симон»